Всем привет! Меня зовут Сергей, инструментальная компания «Бригадир», город Челябинск. Мы занимаемся инструментами с 2007 года. Недавно сравнительно начали заниматься производителем инструмента и технической химии «Вюрт». И вот мы начинаем серию роликов про эти инструменты, про химию. К нам приехал представитель компании «Вюрт» в гости Евгений. Всем привет! Вот, сейчас мы вам расскажем, какие ништяки есть у «Вюрта», какие интересные какие-то решения и т.д. и т.п. В общем, давай с чего-нибудь, Женя, начнем. Чем может удивить этот мир, нашу Россию-матушку. Те, кто... Многие же не знают за «Вюрт» на самом деле, что компания производит и так далее. На самом деле у компании «Вюрт» очень много направлений. Да, и одно из направлений – это ручной инструмент, который мы сейчас не разберем. Вот с него решили начать, да. У нас, в принципе, есть как типичное решение, всем, в принципе, понятное, ясное, да, как какой-то, по сути, обычный ключ. Есть также изделия, которые отличаются непосредственно своим конструктивом, уникальностью, ну и также решением определенных задач. Хотелось бы начать, ну, прежде всего, конечно, вот с данного набора инструмента. Это ключ-коготь. По сути, трещотка на 72 глубо с одной стороны, но, опять же, она с системой PowerDrift. PowerDrift система – это, скажем так, уникальная разработка компании, которая, по сути, решает определенные проблемы при использовании с разбитыми гайками, где уже слизаны грани, соответственно, и достаточно проблематично открутить. Что же касается второй стороны ключа, это трещотка. Трещотка рожковая, которая работает следующим образом. То есть мы не снимаем ключ, закручиваем. Вот, трещотка работает. Ну да, прикольно. Вот, так же откручиваем. То есть данный ключ дает возможность работы с трубками непосредственно в гидравлических каких-то системах. Так же в труднодоступных местах, где ограничено действие ключа. Ну да, куда-то подлезть, грубо говоря. Да, тонкое исполнение. Постоянно там это... Раз, крутанул, убрал. Опять крутанул, убрал. А тут, получается, убрать ключ не надо. Где-то там и темно, и не видно. То есть и начинаются вот эти веселые истории с попаданием. Поэтому, соответственно... На ощупь. Да, вот данный ключ реализован достаточно хорошо. Плюс ко всему, данный ключ еще работает по нескольким типам, размерам. У него особая геометрия, если можно заметить. То есть он работает по метрическому крепежу, разумеется. По дюймовому, по торксам, по АВшкам, по квадрату. То есть вот. Сильно, пять в одном. Да, пять в одном, по сути. Ключи немецкие, это не Китай. На них написано «Зебра». «Зебра» — это значит гарантия качества. Вообще, где написано «Вюрт», это, по сути, гарантия качества. То есть не будет такого, что купили и получили. Ты он туда. Туда вещаем. Не будет такого, что купили и получилась какая-то неудобная ситуация. Начали использовать. И вдруг перестало работать, сломалось. И что-то непонятное, зачем потратили деньги. Ну, ключи прикольные, да. Я, по-моему, видел у Макиты такие вышли недавно, да? Если не ошибаюсь. Может быть, может быть, у нас закончился патент, не знаю. Но я не видел таких макитовских ключей, но тем не менее. Чтобы сделать такой ключ, по сути, нужно... Ну, там понятно, они, может быть, сделали здесь что-то, а он... Ну, я понял, надо посмотреть на них. Это не просто формы. Ключ, по сути, это термическая обработка. Это металл, это состав металла. То есть здесь очень-очень много всего. Плюс ко всему трещотка сама по себе, да, чтобы она работала. Здесь тоже нужны определенные процессы, определенное вложение. Все это стоит денег, соответственно. И чтобы это работало, должно быть хорошо исполнено. Единственный минус, что по отдельности в России нет. Есть. Сейчас появились, да? Да, можно заказывать не набором, а по отдельности. То есть, по сути... Да, то я заказы-то делал, получается, по отдельности что-то их не было. Вот, были только наборы. По отдельности, соответственно, 10-й, 13-й ключ берешь такой вот. И через удалось, грубо говоря. Если кому-то, да, для отдельной какой-то операции мастеру необходимо не обязательно вкладываться в набор. Можно, в принципе, заказать по отдельности любой размер. Мастер появились вообще, это круто, я закажу. Да, причем максимальный размер в данном наборе это у нас 19-й, но этим модельный ряд не заканчивается. Они, по-моему, до 24-х или даже больше, не могу сейчас сказать. Но в любом случае, на каждом изделии Вюрт есть артикул. Можно посмотреть это все на сайте. То есть, заходите на сайт Вюрт, забиваете артикул и, соответственно, выпадает данный ассортимент. Есть, опять же, выбор, либо посмотреть эту модель, либо, соответственно, похожие продукты. Соответственно, в похожих продуктах это все существует. Плюс момент этих ключей. Допустим, вот эта гайка, которую мы только что крутили, это на 19. По ней работает трещотка. Но если вдруг 19-го ключа нет, а у вас, к примеру, 17-й ключ, она позволяет работать без трещотки. Ну да, считаю. То есть, универсальность ключа достаточно объективна. Плюс ко всему, это Вюрт, это Зебра, это гарантия качества, и он не сломается через... Вюрт, Зебра, гарантия качества. Какие-то, какое-то непродолжительное время. Но, опять же, нужно использовать с умом. То есть, трещотка не предназначена для срыва гаек, каких-то заживающих соединений, еще каких-то вещей. Если вдруг что-то такое, то, конечно, воспользоваться лучше нашими химическими продуктами. Ну и, разумеется, ключом, который предназначен непосредственно для силовых операций. Стандартный ключ. Опять же, с системой PowerDrift, которая... То есть, здравые ключи вообще, да. Там берешь гайку, там, 13-й, ну, и 13-й, и 14-й крутят ее. Так же там сорванные грани крутят. Фишка в чем? Мы экспериментируем. Такие продажи у нас уже есть. Срезали грань гайки, помнишь, на мероприятии по автозвуку? Да-да-да. Соответственно, срезали грани. Автокаста, for real. Да, с гаек. И ключи, крутили данным ключом непосредственно. То есть, ключ вполне себе конструктивно работает. Вот. Да, этот наборчик, он, причем, ценники вообще у него халявные. У этого набора он что-то в районе 2-х 700 стоит. Вот такой вот набор, который... По-моему, подороже даже. Ну, можем, в пределах 3-х тысяч рублей, в общем, здравый вообще набор. Просто сорванные грани крутят без проблем, все качественное. Ключи немецкие, это не Китай. Да. Как бы в пределах 3-х тысяч это гроз какой-нибудь стоит, грубо говоря. Вот, а тут юрт. Что еще интересного из такого? Есть ключи следующего плана, но они у некоторых уже существуют. Ну да, такое я видел, они есть. То есть, один ключ на 4 типа размера. 19, 18, 16, 17. Для примера, их линейка, то есть, это не ограничено размером. Также трещотки на 72 зуба, соответственно, флажковые с двух сторон, переключение. Исполнение тонкое, очень удобно работать. Да, это немало. Что касается рукоятки. Вот, что же касается трещотки, ну, накидная размера. Ну, получается, с каждой стороны свой размер, соответственно, тоже. 4 ключа в одном. Как бы имеешь 17, 19, 16, 18, да. Ну, можно 10, 13, как Женя сказал. Ходовые какие-то размеры там, да, 17, 19. Мне кажется, такой должен быть или не должен быть такой. Ну, все зависит от... Крутой ключ здесь 13, 17, 19. Путем нехитрых процессов, да, болгарки и сварочного аппарата, можно, в принципе, добиться больше. Хотелось бы обратить внимание вот на этот набор. Можно поближе даже его снять. Данный набор, это набор головок. Называется мульти. Соответственно, в чем его уникальность? Прежде всего, это форма непосредственно самой головки. Внутренняя геометрия, если точнее выразиться. В чем ее секрет? Она работает по пяти типам, размерам также. То есть, это метрический крепеж, дюймовый, квадрат, торкс, КВ-шка, звездочка. По сути, имея такой набор дома, можно решить массу проблем. Ну да. С какой-то техникой. Тут еще его можно, соответственно, там, покажи вот себе все его ништяплика. Здесь вообще можно использовать, сделать какой-то очень хитрый ключ, когда нужно, допустим, залезть и куда-то, где нет прямого доступа. Трещотка оставляет, соответственно, шаррировка. То есть, отверточная рукоятка. Вот, трещотка на 72 зуба также, 1,4. Очень удобный реверс, кстати. Мне очень понравился в этих трещотках реверс. Он прям под рукой. Это, на самом деле, очень круто и удобно. Да, трещотка разбираемая. Если она сломается, ремкомплект присутствует. Кроме того, набор очень информативный. На самом деле, здесь вот указано, как ремонтировать трещотку, как ее разобрать, чтобы не мучиться, не сидеть, не гадать. Соответственно, разобрать можно этим же инструментом, который присутствует в наборе. Вот, продолжим. Изготовление ключа уникального. Если можно, сзади, да. Ну вот, к примеру. Где-то трудно подлезть, разумеется. Где-то вот в такое место, к примеру, да. То есть вот так вот. Под углом, соответственно, каким-то еще образом. То есть реально это такой универсальный, достаточно хороший инструмент, который можно использовать. Тут еще подбиты, вот, кстати, сделаны. Да, подбиты. Соответственно, подбиты очень удобно, это уже вещь хорошая. Бита не выпадает, это не магнит, это лучше фиксируется следующим образом. Все. Также на трещотку, соответственно, да. То есть она, если мы говорим о импусовых соединениях, внутреннем шестиграннике, не застрянет в винте, что потом ее нужно доставать как-то, где-то что-то, лезть плоскобукцами, не выковыривать. К примеру, такое тоже иногда бывает. Конечно, тем не менее. Ну, соответственно. Она всегда остается на месте. Очень, да. Вот такой продуктивный такой набор. Да. Соответственно, головки идут до 14-й от... Не вижу номер. Все, ребят, посмотри. Четверка. От четверки. От четверки. От четверки. То есть это реально домашний набор, по сути. Набор мотоциклиста, набор квадроцикл, набор в автомобиль. Для простого, несложного... Да вообще, любая, сантехника, электрик, соответственно, и так далее. Ну, любая рабочая специальность, в которой должен быть такой наборчик в чемоданчик, где у тебя подметрику, считай, под метрику, под торкс и так далее, головки, все подходят. Это очень сильно. Вот. У многих такого набора... Не у кого такого набора нет. У кого, да. Плюс, соответственно... Может быть, есть, конечно, не знаю. Есть еще вот такие вот вещи у нас интересные. Отдельно хотел бы обратить внимание на комплект головок. У них очень серьезные головки, серьезно сделано. Вот берешь руку, там, как бы, она там... Ну, вот, докровенных саморезов. Тринадцатые головки, там, восьмые, десятые. Они прям, ну, прям в руке, прям качественно не передать, да, ощущения. Но видно, что прям и... Впрочем, мега качественные головки, сто процентов. Плюс в чем, на самом деле, головки ударные, соответственно, качественные. Очень удобно хранить. Можно надевать на пояс, можно класть карман, можно использовать в комплекте. Тоже, как набор, считай, идет, да? Да, да, да. Длинные биты, все головки, битодержатели в данном наборе тоже существуют. Вот, все, вытащил. То есть, вот, хотел обратить внимание на магнит, который существует. То есть, достаточно хороший, качественный магнит. При использовании где-то на высоте винты, соответственно, саморезов, ничего не упадет. Нужно работать. Кстати, взял головку, взял филовскую. Вот, кстати, фила тоже, прям лежит в рту. Ну, не суть, хотел, да, посмотреть это. Вот, сравнение филовская, немецкая головка тоже Маден, Германия, здравая, я как бы считаю. А это вот 13-я головка Вюрт. Ну, уже более серьезнее сделано. Ну, магниты одинаковые, да, ну, сама вот эта вот, крючка, в общем. У нас, кстати, тоже такие головки, вот, соответственно. Да, ну, проще-то есть, да, у Вюрта тоже есть головки попроще. Ну, это филонемецкие, для Германии, так сказать. Так, далее, продолжая тему, условно говоря, бит, каких-то ключей, да, можно вот про имбусовый набор поговорить. Это шестигранники, набор шестигранников. Чем он интересен, на самом деле, тем, что удобен. То есть мы, компания Вюрт, работает с производствами прежде всего. То есть с этого все начиналось, да? Ну да, ориентированная компания Вюрт, вообще всю жизнь занималась только прямыми продажами, и только от себя, как от Хилти. Они продавали всегда только от себя. Сейчас канал трейда, да, такой небольшой, открылся. Вот, у нас немного в России, на самом деле, как бы, кто занимается продажей Вюрта, из таких, ну, розничных, так сказать, артово-розничных компаний. Вот, но мы эту тему подхватили сразу, потому что Вюрт – это тема. У них очень много, на самом деле, в ассортименте ништяков, там, здравых вещей, идей и так далее. Вот, ну, не суть. Что хотел сказать? Да, если мы начинали, по сути, да, компания Вюрт начинала с прямых продаж на производство. То есть весь ассортимент, который мы видим перед собой, в принципе, который выходит под брендом Вюрт, он, по сути, прошел обкатку на производстве изначально. То есть он не попал сразу в розницу, какие-то испытания. Это испытание проходило, на самом деле, в боевых условиях, если можно так выразиться, непосредственно в цеху, непосредственно у человека, который работает в смену этим набором. То есть он не поработал и где-то лежит. Ну, я дополню, вся Европа сидит на Вюрте. Там у них очень много фирменных магазинов. Да, в сетях DI, по-моему, даже продается, да? Они, нет, там система построена немножко по-другому. Фирменные магазины Вюрт существуют, но что касается сетевого сегмента, там другой бренд, но это тоже принадлежит Вюрту. Ну, да, да, там просто зебру не продают, да, какие-то другие проще вещи. Зебра продается только в фирменных магазинах. В фирменных магазинах, а Вюрт весь остальной он просто продают. Зебра – это премиальное направление. Вот есть премиум, зебра – это премиум плюс. Что касается данного набора, если вернуться к нему. Давай, это шестигранники поговорим еще полчаса. Удобный, хороший набор, на самом деле. То есть система слайдера, очень удобная. Да, это удобно, да. Плюс ко всему фиксация шестигранника очень хороша. Все просто, нету никаких дополнительных креплений. Достается ключ следующим образом, раз все удобно, я ухожу. Набор не новый, он уже порядка двух лет со мной катается. Поэтому, то есть, ему уже много что делали, и мы работали, соответственно. И выглядит он вполне себе достойно. То есть все ключи целые, ничего не сломалось, не погнулось. Вообще, на самом деле, на производствах возникает иной раз такая ситуация, что когда разговариваешь с людьми, они говорят, «Да, знаем, мы ваши инструменты», показывают какие-то очень старые ключи, на которых уже реально… Ну вот как вот, есть такой ключ. Сейчас я покажу. Вот он, вот, 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 тоже. Шестигранник, уже на нем ручки нету фактически, а шестигранник целый. То есть качество материала, качество металла, термичка очень хорошая на инструменте. Плюс ко всему, мы работаем с достаточно крупными предприятиями, у них есть свои лаборатории по испытанию металла, и проводили испытания наших вот этих ключей, например, и их признавали лучшими. Лучший ключ лабораторный. Среди тех, которые участвовали в тендере. В тендере участвовали хорошие торговые марки. Я не буду их называть. Нет, не Ермак. Ермак, Спарта. Ермак, Спарта. Они бы без тендера по цене прошли просто. Там в нашей ценовой категории участвовал инструмент. Как-то вот так. Вот. А там что-то так не сказал, кто там участвовал. Ну, я... Ну, скажи, ну, что я скажу. Ну, капец-то. Ну, давай. Ну, были такие. Товарищи. Вера, типа, там, да, Виха. Ладно. Так. Что еще у тебя тут интересно? Вот эти вот, кстати, бокорезы, они есть, по-моему, у Вихи. Может быть, да. Такие вот я встречал. Они есть у Вихи усиленные. Да? Что-нибудь кусанем, может, или? Так давай. Надо... О! Давай вот эту вот штуку. Кстати, достаточно жесткий. Ну, это крючок, кстати. Да, это крючки, которые, ну, все, кто знают, занимаются, в торговле работают, да, знают, что это за крючок такой. Ну, давай, кусанем. Ну, я-то кусал уже подобное. Да. Напряги сюда. Тут, на самом деле, в чем секрет. То есть, универсальные бокорезы, они рассчитаны на работу с широкими деталями. Мягким, условно, да, назовем их так. Кабель какой-то, трос, что-то еще. Это усиленный рычаг на более жесткие вещи. Саморез, проволока какая-то, не знаю, тоненькая арматурка. Небольшой винт. Ну, вот сейчас попробуем. Ну, с усилием он сейчас стоит или без? Ну, смотри, мы вот сейчас вот только что были у клиента вашего, да? Соответственно, они взяли цепь. Четверка там, по-моему, диаметр был, соответственно. Они кусали... Где был контракт? Вот этими бокорезами. Ну-а-а. Кусали зеброй вот этими бокорезами. Они прилагали достаточно усилия. Надо было цепочку взять. Вот это вот так вот выглядело. Что ж надо было с собой взять. Что-то мы не подумали. Ну, ладно, плохо. А вот это кусали одной рукой. Ну, давай. Вот Сергей подтвердит, да? Ну, Серега, пойдем в кадр. Кусанешь вот этим вот. Так, ладно. Давай попробуем. А как вот лучше получается вот с этой стороны? А как же по-другому как-то, да? Вот так вот удобнее получается. Да, вот так. Ну, ладно, да, пробуем. Вот так, тут она может это еще. Так, ага, отстегнуться типа, да? Слушай, вообще, как по масочку, по сути. Достоин. Хорошая вещь. Да, да. Хорошая. Мы с одним из наших оппонентов, грубо говоря, кто производит инструмент, не будем их называть из уважения, скажем так, конкурентам. Но кусали хороший, каленый наш немецкий саморез. И Кимпикс умер. С той стороны использовался болторез. Да, да, да. С той стороны болторез, а здесь бокорез. То есть, как бы, ну, универсальный инструмент, на самом деле. Конечно, для каждого свое применение, тем не менее. Но одна вещь, она иногда удобнее, чем каленый. Не, ну, это вообще, на самом деле, если брать бокорезы, то такие, ну, да, они то, что большие, как бы, не провода кусать, да, какие-то уже строительные работы, там, да, саморезы, это гвозь откусить и так далее. Не знаю, там. Ну, да, да, да. Для чего они... Они чем удобны? На самом деле материал стали, по сути, один и тот же, если можно так сказать, да. Вопрос именно в исполнении геометрии. Может быть, у ВИХи такие, может быть, еще что-то. Но в этом ничего плохого нету. По сути, Вюрт – это интернациональная компания. В нашем активе много производства, если можете сказать, в нашем, да. Да, да, кстати, более-более ста производителей вообще там куплено Вюртом, и там принадлежат вам там все, я даже не сомневаюсь. Вопрос не удивлюсь, если ВИХа ваша там и там и т.д. и т.п., да. Потому что компания много, наверное. Вопрос в другом. Это же хорошо, когда у одного, по сути, бренда присутствуют очень хорошие вещи в ассортименте всегда, да? То есть, это огонь, это мечта. То есть, выбирая Вюрт, по сути, это однозначно не будет никакой лотерей. Если бы занимался производством, инструменты, у меня были бы там огромные инвестиции, я бы взял бы лучшее с каждого бренда, там, с Милоки, с Вюрта, там, с Боша, там, с Книпекса и т.д. И все бы в свой каталог поместил бы и был бы сам крутым вообще. На самом деле в каталоге много чего лишнего, просто берешь самые ништяки, делаешь свой каталог и все, я всех победил. Далее, если продолжать тему губцевого инструмента, ну, можно поговорить, да. Вюрт, по этой и идет лестница, соответственно, всех покупают. А о наших пассатижах, да, вот, к примеру, у нас есть, ну, вот, поговорим о том, что есть на столе, сейчас, да, ну, да, есть гораздо больше, но поговорим об этом вопросе. Есть достаточно простые пассатижи, но они достаточно вроде бы как бы и невзрачные. Да, причем цена у них вообще адекватного, да. Но по качеству они не уступают, к примеру, той же зебре. Но разница в исполнении, опять же, да, здесь лак, здесь никелировка, ручки удобнее и все прочее. То есть, вот, но тем не менее, можно приобретать такие пассатижи. Да, они еще в районе, да, там немецкие пассатижи, розничная цена, да, у них в районе, там, по-моему, 1800 рублей. Что-то такое. Ну, не буду по ценникам сейчас, да. Есть также инструмент ВДЕ, но все цены вы найдете здесь, в магазине Бригадир, соответственно, либо в наших фирменных магазинах в Екатеринбурге, которые существуют, если кто нас смотрит, с Екатеринбурга. Существует также инструмент ВДЕ, соответственно, это два представителя из этого семейства, семейство гораздо шире, также есть отвертки, ну, то есть, полностью все назначения присутствуют. Вот, есть инструмент для электрончиков, то есть, есть вот такие вот маленькие прецензионные вещи. Покусать бы что-нибудь. Да, вот можно покрупнее даже показать исполнение, потому что здесь есть о чем рассказать. Это и шлифованные губки, чтобы не царапались контакты, платы, провода, видишь? То есть, нету насечки, если мы смотрим обычный инструмент, там присутствует насечка, здесь ничего нет. Пассатижики маленькие. Обрати внимание на исполнение, да? Ну, это да, это очень сильно. Коробчатый, да, здесь внахлёст, видишь, соединение идет? Да. Это сделано для того, чтобы вообще никакого лифта не было. Угу. Абсолютно на всех. То есть, инструмент достаточно удобный. Крепкий, хороший, качественный. Также бокорезы, к примеру, одинаковые вроде бы, да? Но разница в том, что вот, когда кусаешь проволоку этими бокорезами, у тебя получается плоский конец. Это очень важно при составлении какие-то клеммы, платы и все прочее. Здесь же, соответственно, под конусом. Это для пайки. Угу. Такие вещи тоже есть у нас. И чем мы поговорим дальше? Ну вот, за нож расскажи. Кстати, нож путевый такой, да? Какой-то там карбон стил, мадрин, швеция, да? Карбон. Чехли. Камнем прелесть. Что это еще адекватных денег? Нож очень крепкий на самом деле. У него порядка 58 единиц по роквуллу. То есть, вот, произведен в Швеции. Компания, наверное, многим известна. Но мы здесь более интересно, наверное, будем в цене и относительно... Ну, по-моему, у них тоже с упором есть, но в продажах сильно я его не встречал. То есть, нож безопасный. Нету момента при каких-то работах, чтобы... Соскользнуло, да. Это, кстати, да, это очень важный момент такой, да, упор такой для пальцев. У тебя не уйдет, получается, пальцы и не порежешься. Ну, про нож, про этот зеброский нож расскажи. Вообще здравый нож, кстати, он. Ценник вообще гуманный, там, как стоит, как гроз. Там, тут вообще... Данный нож, чем он хорош? Ну, его, во-первых, в руки надо взять. Он, на самом деле, достаточно хорошо вписывается в руку. То есть, у него очень удобный хват. Ну, сделано все, по-моему, да. Удобное управление ножом непосредственно, то есть, лезвие. Есть несколько фиксированных положений. То есть, это основное положение, второе положение и третье положение. Да, мелочи, что-то там, да. Да, линолеум, коробка, где-то еще, где, ну, важна глубина прореза непосредственно изделия. Вот. Нож изготовлен на стальной раме. Соответственно, сверху покрытие. Покрытие мягкое, маслоустойчивое. Есть также отсек под запасные лезвия. Опять лезвий сюда входят. Но основное лезвие здесь. Смена лезвия происходит следующим образом. Да, и фишка в том, что здесь оно-то лезвие на магните. Ну и само лезвие достаете, оно на магните. Легко меняется, да, любой справится. Когда меняете, оно не выпадет. То есть, не будет такого, что вскрыли, оно разлетелось и начинается поиск, что куда улетело, где это сейчас идти, лишь бы кто-нибудь не порезался. То есть, с этим ножом это возможно, конечно, но очень трудно сделать. Вот. Плюс ко всему, геометрия ножа, вернее, покрытие ножа, соответственно, оно позволяет работать с влажными руками, с масляными, то есть, соответственно, очень достаточно хорошо, плотно сидит. Нет, это мы уже продаем, как бы они реально крутые. Ценник там в районе тысячи рублей у них. Тут реально шикарный нож. Используется трапециевидное лезвие, соответственно, есть лезвие биметалл, есть лезвие просто металлические, разной ценовой категории, соответственно. Качество заточки достаточно. Да, кстати, сейчас лезвие я покажу. Они у вас тут тоже есть. Чем удобно, то что футляр, и, соответственно, доставать лезвие. Есть такая открытая? Слайдер с собой нету. Сейчас покажу. Можно поближе даже показать. Можно как нож использовать тоже, маленький какой-то, подрезать что-то. Да, 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 можно и как ножом работать. Очень удобная штука. Если у него с собой не оказалась ножа. А получается, обратно он не залазит. Обратно его можно загнать, ну, вот таким вот образом. Ну, понятно, то есть чем-нибудь, да? Ну, потом это сделаем. Да, да, да. А так удобный, да, футляр для хранения лезвий. Вообще, то, что она спокойненько раз, достал лезвие. Чик, вот если продолжить тему ножей. Раз, второе. И достается. Достается. Нормальная штука вообще. В компании есть такие вот ножи. Тоже, соответственно, черные лезвия. Интересно, что на них написано, да? Сейчас мы вам откроем всю тайну. А ты даже сам не знаешь, что на них написано, да? Вёрт. Ну, давай, погодим еще другой нож. Ну, что ты. Тут сама фишка. Где вот еще нож? Вот этот нож, может быть, нет? Да, для этого. Да, вот, допустим, ножи. Вообще, линейка ножей у вюрта большая. И, что самое интересное, эти ножи производятся, ну, делают для них, соответственно, таджима. Я даже думаю, что вюрту таджима принадлежит, по сути. Да нет, за что? Кстати, подожди, по ножам следующий момент. Вот этот нож, он раньше был у нас, скажем так, в активной матрице продаж. Программа продаж. Сейчас его вывели, его нет вот этого артикула, не существует. Да, лезвие таджима, это прямой конкурент Ольфи. Японские ножи, японские лезвия, крутые. Под брендом Вюрт, соответственно, тут, как бы, очень интересно. Ценник адекватный, да. Ну, возможно, да, не как коллаборация, но, тем не менее. Фишка в чем? Вот эти два ножа. Вот этот нож, скажем так, выведен, а это реинкарнация этого ножа. Реинкарнированный нож. Видишь, да? Тут момент следующий, то есть модель улучшена. То есть нету вот этого момента по поводу... Это не совсем удобно иногда работать, когда вот здесь все находится. Так. Ну, это прям какой-то вообще кайф. У него причем переключатель вот здесь вот перещелкивается, как я понимаю, через эту, да, и фиксируется, соответственно. Сделано круто. Это, ну, в продаже скоро тоже будет, но сейчас таких продаж пока нет, мы их закажем. А вы их заказали, они к вам едут? А, ну, заказали уже, да. Может, у нас же этот заказ, если их в наличии не было. Смотри, следующий момент. Вот, да. Тоже хотелось бы обратить внимание вот на этот узел, условно, да. Здесь он реализован как-то, и появилась дополнительная, да, шпенек дополнительный. Видимо, был момент по выпаданию кассеты, но не факт. А здесь еще и кассеты, товарищи. Я на этот вообще внимания не обратил. Как она достается? Вот просто вот так, легким движением пальцев. Так, легким движением пальцев. А сколько тут лезвий хранится? Здесь два лезвия. Вообще, в комплекте идет три лезвия. Одно идет в ноже, и два идет в кассете. Слушай, кайф вообще. Тут еще ушко сделано, считай, под... Да, под какой-то тросик, веревочку. Ну, то есть, кому как удобно. Ну, в принципе, это сделано для удобства руки. Возможно, что-то делать таким образом. Блин, ну, крутой наш вообще. Хотя у Таджима есть еще и варианты для работы с гипсокартоном они используются. Уплотнения. О, уплотнения эти. Что тут уже? Вот, кстати, вот эти вот штуки я тебе заказывал, да, они вроде как, получается, появились. Они, да, есть. Соответственно, это мобильные... Таких много кто производит, зажимов. Вот, но нету для него, получается, фиксатора, чтобы это становилось струбциной. Работает это следующий мобор. Вообще, бомба. Я когда-то увидел в каталоге, ну, нифига, система, дай-ка закажу. В наличии, нет? Ну, тогда они просто пончики. Ну, да. Все кончается, пополняется, соответственно, вот это, обратите внимание, вообще крутой девайс. Да, сейчас вот Жека продемонстрирует. Соответственно, фиксация. Ну, и тут в зависимости от того, что нужно зажать, какого диаметра, какой ширины. Видишь, как работает? Да. Поджимаете винт. Ну, и, соответственно, уже сужается. Отпускаете винт. Ну, как на всех типичных подобных зажимах. Удачи, зажмем. Давай. Давай доску. Давай. Давай. На самом деле, плотность зажима очень высокая. Можно зажимать трубы и нарезать резьбу клубами. В принципе, это изображено у нас в каталоге. Видочек снимал для истории. Лишь бы хватило сейчас. Ну, хватит. Можно сейчас еще одну поставить. Надо раздражать тиски. Будут зажим тиски от компании ВИУД. Круто. Скоро в наличии будут у нас. Они, ну, одна, конечно, не совсем фиксация происходит. Надо ставить две. То есть вторую нужно размещать рядом. Тогда будет зафиксировано. Тогда будет все очень хорошо. Форма непосредственно губок говорит о том, что можно зажимать круглые, треугольные вещи, квадратные, сечение разной трубы, какую-то что-то еще. Ну, и, соответственно, далее уже работать электроинструментом или ручным инструментом. Чтобы снять, нужно нажать красным ручком. Легким движением руки. Вот, сразу хотел бы продемонстрировать нашу бумагу. Если вдруг испачкались. Ну, да, у них бумага здравая вообще. Многие заводы потребляют ее, производство различных. У нас этот продукт фактически очень популярный, на самом деле. То есть нужен везде, в любой мастерской. Не нужно какие-то тряпочные полотенца, аптиль какой-то, что-то еще. То есть размещается рулон с бумагой. Вот такой вот бидон с очистителем для рук. Сейчас покажу. Раз уж за него речь пошла. Вот такие штуки, да. Очень для производства ставится вот такой. К стенке присверливаем. Есть дозатор. Помпа. Помпа, да. Ставили помпу. Она удаёт дозу. Это черночок. Буквально длина где-то 4-5 сантиметров. Соответственно, этого хватает, чтобы помыть руки. Вот. Помпа очень крепкая. Соответственно, вот из моей практики не было такого, чтобы люди один раз помпу купили. И через месяц опять второй раз помпу купили. То есть сломали. Её можно, конечно, специально сломать. Но, разумеется, если пользоваться продуктом разумно, то поломок нет. Автосервисы, соответственно, заводы, производство. Вообще вот эта вся тема. А очень приятно, вкусно. Пахнет апельсином эта паста. Она есть в таком исполнении. 2-х метров. Есть вот очищающая паста для рук. По идее, должна быть в чемодане каждого монтажника. Надо что-то руки там сполоснуть. Там воды нету нигде. Воды, ну, в новых... Ограниченное количество, условно. Ну, да. Да, может быть. Вот в новостройках там работают люди. А там ни воды, ничего нету. Там ни коммуникации. Вот. Такая вот штука. Надо было руки замарать сначала. Ну, да, кстати, да. Надо было руки замарать. Давай замараем. А вторую замарать, а потом оттирать. Давай замараем чем-нибудь. А чем? Я с Сашей какой-нибудь. Не, ну, а что, она реально оттирает вообще. Прям в поры впитывается. Я сам не раз пользовался. Вообще штука крутая. Мы сейчас у вашего клиента были. Там ребята тоже как. А, с абразивом, да? Они крепежом торгуют. Там парень пошел в гвоздях, поковырялся. Но они же в масле все идут, соответственно. Да, да, да. Приходит с белыми руками, ушел с черной и вернулся. Да, да, да. Мы продаем, соответственно, вюрт не только в розницу и в прямые продажи на заводы и так далее. Также продаем его, работаем с торгующими организациями. Вот тем, кто занимается метизами, электрикой, сантехникой и так далее. Здесь очень много решений. Даем хорошие коммерческие условия. Сейчас, дай бумажку протереть. Держите склад в магазине? Да, держим. Самое главное склад здесь у нас. Есть склад всех ништяков. Самых таких ассортиментов, в принципе, широкий. То есть именно то, что необходимо. Это и техническая химия, самое у вас требуемое даже очиститель дроссельной заслонки, очиститель тормозов. Ну, за кем мы отдельно поговорим, это как бы другая маленькая тема, да. Что еще из ручника-то у нас? Ну, расскажи за молоток вот этот бодрый. Молоток. Молоток на самом деле, ну, с виду обычный молоток, но тем не менее он исполнен следующим образом, что очень трудно сломать. Фактически неубиваемый. Нет, сломать все, что угодно, конечно, можно сломать, но если им работать, его сломать нереально. Мы продаем эти молотки на производство, причем вот только что тоже разговаривали. Данные молотки продавали в компанию, которая занимается изготовлением воздуходувных кожухов, скажем так, труб вот этих вот. Там выглядит это следующим образом. У них цех, там ручная обработка идет металла, заходишь к ним и там реально стук стоит конкретный, человек 20, и они вот все вот работают, где-то прокатка работает, где-то еще что-то. То есть у них проблема с молотками, они всегда ломались у них, соответственно, дали им на тест. Скажем так, на первую покупку они сделали, два молотка, два молотка проработали год, не сломались, после этого они обеспечили производство данными молотками. Хоть это не дешево, но это эффективно, в принципе, потому что они не умные. Вот за этот наборчик, хоть мне не рассказал-то, я показал. Если говорить об этом наборе, у нас каждый год в компании журт, происходит неделя воркаут, то есть открытых продаж и в честь дня рождения собственника, непосредственно организатора компании. и выходят наборы инструментов. Они уникальны, они появляются один раз и больше такого не повторится. Повторится, да. То есть, по сути, это коллекционная вещь. Но, тем не менее, это рабочий инструмент, причем он каждый раз уникален. В каждом году это новый инструмент. Одного группа имитированной серии с фоксимилея непосредственно на рамках бюрта. Выглядит следующим образом. То есть, в данном случае это трещотка, тоже уникальная, под одну четвертую, под биту непосредственно. Можно работать. Бита флажковая. Набор, ну, сама трещотка черная, исполнение, разумеется, всегда все идет светлое, это черное. Черный набор вообще не найти фактически ничего. Либо можно использовать под квадрат, под головку. Можно, к примеру, сделать вот таким образом. То есть, где-то, если нужно вот так подлезть, вот так вот опустить и что-то открутить. Это можно реализовать. Да, тут головки очень тоже крутые. Тут, ну, прям вот сделано. Только тут, ну, это очень сильно. Такого я ни у кого не видел. Не знаю, не знаю, тут вообще своя какая тема. Да, и каждый год это разные вещи. К примеру, вот еще один набор из этой серии. Ну, это крутой очень набор, реально, в подарок себе. Не знаю, там, очень круто. Вот еще один набор. Так, ну, кто-то показывал. Вот, здесь. А, нет, это вот другой набор. Здесь вот, что есть. О, какие серверла-то тут есть. Каких серверов ни у кого нет. Только у Вертая, у Майкла Джексона. У Джексон тоже нет. Она уже умерла, потому что. Да и у живого не было. Да, 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 понятно. Это, слушай, нифига. Какая штука. И расскажи за них. Вот, чем они хороши? По сути, вот эти сверла, они на... Дима! При работе с тонкими металлами. Какая вот проблема, если работать с тонким металлом, и, к примеру, нужно просверлить отверстие. Отверстие получается эллипсом. То есть, нет какого-то вот именно прям прецензионного качества. Здесь же касательно этих сверел получается следующий образом. Можно засверливаться под разными углами, благодаря уникальной заточке. Ну, это очень сильно. Да, плюс ко всему отверстие получается идеально круглым. Крутые сверла отвертые. Идеально для круглых отверстий. Вот. Ну, это хорошие, качественные сверла. Почему они в этом наборе существуют? Потому что был анонс этих сверлов. И включили в набор. Сейчас они есть... Они разного диаметра, да? Они разного диаметра. Есть наборы с этими сверлами. Есть штучные эти сверлы, соответственно. Ну, это вообще... Так же и хвостовик сверла исполнен следующим образом. Для более... Ну, да. Для фиксации в патроне, да. Соответственно. Не, ну, такого реально аналога никто не производит. А какие-нибудь там рука там что-то... Нету, нету, нету. И так далее. Так же в этот набор включили вот эти головки, которые мы увидели недавно. Головки бомбовые, да. То есть это вот именно включили такие топовые хорошие продукты. И... 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 И еще вот такой битодержатель. Чем... Ну, кстати, битодержатель, я же его... Они появились в наличии, нет? Отдельно. Они, да. Это... Тема вообще. Здесь условно работаете. То есть биту вот так вот не достать тяжело. Можно, конечно, с плоскогубцами выточить. Но чтобы все было удобно, красиво и хорошо, можно воспользоваться непосредственно кнопкой. Дай-ка его тоже сниму. Ну, это очень крутое. Да, он же получается магнит и еще плюс фиксатор, да? Да, да, да. Магнит плюс фиксатор. Кнопочку нажал, бита, отошла. Хороший, качественный магнит плюс фиксатор. Появились в наличии, если то у нас будут тоже. То есть вытаскивается, но тяжело. То есть здесь, соответственно... Не, ну это крутое. Ну и сверла, конечно, с таким хвостовиком. Вот такие наборы еще в наличии есть. Остались. Закажем. То есть поэтому можно... Но они будут не дешевые. Это набор лимитированной серии. Соответственно, информация по обрабатываемым материалам здесь находится на крышке. Ну, то есть продукция Вюрта, она всегда информативна. Существует артикул изделия, существует индикация непосредственно, что находится в наборе. И, соответственно, все очень объективно описано, конструктивно. Сок на борту кусать, не помнишь? Не могу сейчас сказать. Не помню. За пять сверлышек, пять этих. Ну, десяточка, наверное, да? Да нет, почему? Двадцаташечка. Ну, восемнадцать. Да, шутка. Нет, реально он стоит вполне объективных денег. Ну, если он стоит рубля четыре, то это, ну, пять. Это очень нормально, потому что каждой головки качественно Потому что головки дорогие, да. Плюс сверл. Не, ну, тысяч шесть, наверное, ему цена, по идее. Но этот набор нам мало, сто процентов будет в наличии. Так что заказывайте лимитированную серию, будете индивидуальны, круты с этим набором. По сути, вот продукты Вюрт, они во многом иногда бывают, коллекционируют. То есть, вот наши знаменитые календари с женщинами, да? Да, Александр Ильич. Да. Они, по сути, вот есть такая... Нам даже клиент приходил недавно, он говорит, есть прям коллекция календарей от компании Вюрта. Думаю, ну что все. Такой прям, накупил химию, что-то к себе купил, в подарок купил, там, кому-то своему другу, там. Ну, только Вюрту, есть первый Вюрту, есть, который фанат Вюрта, вот к нам буквально там недавно заходил. Ну, все знают, кстати, за бренд Вюрт, что-то такое, потому что это на производство встречается очень часто. Вот, в розничных, там, каких-то там... Компания Вюрт, 25 лет. В России, соответственно, даже более... 25 лет? Да, даже больше. Надо точно представить. 70, подожди, 40, 40, 40, 45 год, год основания. Сколько лет победы? Начало войны. Сколько лет победы? Ну, сколько сейчас, 21-й, там, сколько, 100 лет скоро, там, знаете, да нет, еще, чисто. В 45-м будет. В общем, да. Поэтому, в принципе, все эти годы мы работаем, все эти годы компания процветает. Что говорит о качестве продукта, что говорит о том, что... Был бы плохой инструмент, уже бы все. Да, ну, да не, у вас, у Вюрта вообще реально крутых штук очень много. Это очень крутой производитель. Мы будем постоянно расширять его линейку. Так сказать, мы первопроходцы, как одни из первых в России, тем, кто занялся из таких компаний, там, розочно-оптовых, так сказать, да, как и Милокима, с 2013 года работаем, да, одни из первых, по идее, таких старичков. По этой продукции Вюрт тоже будем развивать однозначно. Вюрт это крутой инструмент, у них много решений по ручному инструменту, ништяки, ну, сами видели, да, какие-то там головки, те же там сверла, да, вот эти вот, прям, они впечатляют кучи, те же самые когрих, которые так называемые, это просто, ну, шикарные решения, которые необходимы, ну, все, кто пользуется ключами и не имеют такой ключ, как бы, ну, ты, не так сказать, не автомеханик. Мне почему? Ну, образно, как бы, да, то, что надо иметь такие ключи, это они реально упрощают рабочий процесс. Ну, да, на определенных моментах, особенно, кто с гидравликой работает, с трубками, на самом деле, вот эти ключи спасают очень сильно, делать нужно вот очень, как-то вот, чтобы трещотка именно была. Исполнена вот таким вот образом, на рожковом ключе. То есть, это можно подлезть и, соответственно, и работать. Ножи крутые. Да. Плюс, 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 о чем я хотел сказать. Забыл? Может, про очки? Нет, ну, мы отдельно снимем за средства защиты, за лизы. Отдельно будет видео, да, у нас. А сейчас, я думаю, мы закруглимся, да, или что-то еще есть показать с такого интересного. Ну, можно перерыв. По направлению инструмента. По направлению инструмента. Да, по направлению ручной инструмента. Да, я думаю, что, в принципе, ну, вот про подушку можно поговорить. В принципе, тоже инструмент, достаточно неплохой. А, ну, да, кстати, это вообще. Я, когда нарыл эту подушку, слава богу, она оказалась у вас в наличии. Две штуки взял. Одну продал быстро. Вот, поднимает до 100 килограмм. Используется для... Подожди, по-моему, 150, нет? Нет, до соточки она. А почему до сотки? Ну, не знаю. А написано что? Отчет написано. Нет? Ничего не написано. Вверх написано. Вверх написано. Ну, значит, качество. И всякие много цифр. Ну, не суть. Те, кто занимается установкой окон, межкомнатных дверей, каких-то, входных металлических дверей, да, то эта подушка поднимает до 100 килограмм, как бы. Ну, вот, не знаю, на чем показать. Сейчас давай вот в наборе, да. Видно, не видно, как она вот поднимает. Ну, до этого поднимали вот эту вот, на полном, нагруженный инструментом поднимает, в принципе, скатился. Момент в чем? Во время установки можно установить в какой-то проем, поджать, соответственно. Да, да. Ну, это еще такая тема для автомобильных воров, так сказать. Кто скрывает машины, там засунул, подкачал, дверь от отогнулась, линейку вставил. Никак не против этого абсолютно, то есть. Не, ну, есть же открытие замков и так далее, как бы, очень им в помощь она, соответственно. Ну, нет, если такой вариант, да, что ключи потеряны, никак нигде не нет. Вот, нам недавно обратился в сайт, вот, мужчина заходил, попросил отвертку, ну, вообще, предложили ему, посмотрел ему, включает, крутил знак свой номерной сзади, отогнул, как-то и просунул, короче, там, не знаю, я вот не видел, коллега Сергея видел, он ничего себе. В общем, вот такая вот подушечка есть, крутая. Вот, и можно ее заказывать, если ты устанавливаешь двери, окна, это для вас. Она, в принципе, для этого, в первую очередь, предназначена, на самом деле, то есть, именно, как фиксация какого-то проема, непосредственно, да, чтобы было зафиксировано, чтобы соблюдать целостность конструкции, ну, где-то что-то, возможность использовать как микродомкрат, приподнять, ну, то есть, у нее, на самом деле, спектр применений достаточно широк, у этой подушки, поэтому тут вот, ну, по сути, нужно просто оценить изделие и дальше... Да, ценник гуман, но у нее в районе трех тысяч рублей, причем я забил что-то там, в интернете, китайский, всякие непонятные стоят так же. Нет, у компании Версу, что тут легенда, что у компании Версу очень дорого, но это на самом деле не так, потому что, ну, нет, если сравнить нас с каким-нибудь инструментом из, не знаю, на букву... Ну, вот тоже с каким? На букву М. М, 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 М. Кто это, Макита, Митабо, Милоки? Нет, я про ручной сейчас инструмент говорю. На букву М. То есть вот, то цена вполне себе адекватна, потому что, ну, вы приобретаете, во-первых, инструмент, который будет работать, это не код в мешке. Ну, у вас все равно они больше сравниваются с Криннипиксом, мне кажется, с Вихой по качеству, так как бы, такие как бы продукты, да? Возможно, да, то есть, ну, всегда будет какой-то конкурент, так или иначе, что бы ты ни делал, хлеб, пассатижи, не знаю, машины, всегда будет какой-то конкурент, так или иначе. Нет, ну, конечно. Ну, по качеству... Все зависит от ассортимента и от подхода, по сути. Мы, в принципе, можем укомплектовать любое производство, ну, фактически, ну, не от и до, конечно, но в большинстве своем. Да, 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 есть решение все по ручному инструменту, конечно, любого производства, там, ну, и вообще, по ассортименту, если брать компанию, то да, там ассортимент-то сколько там у тебя артикулов, там, полтора миллиона? Ну, если взять холдинги все целые, то вот, как бы, да, возможно, то есть, вот, еще хотел поговорить о данном наборе шестигранников, ой, ключей, торкс, да, извиняюсь, загорелся? Ну, они сделаны вообще бодро. Я вот когда их увидел, это просто нереальность. То есть, вот, момент в следующем, что исполнение разное. С одной стороны, ну, грубо говоря, прямой торкс, здесь же, соответственно, шариком, то есть, можно работать под углом. Ключи великолепно себя проявили по качеству граней, то есть, они не слизываются, ходят долго, служат долго, соответственно, ключи достаточно крепкие, хорошие. То есть, вот, причем, вот, опять же, если вернуться к стоимости, что аналогичные ключи гораздо дороже у многих более дешевых аналогов, чем наши. Ну, да, да, потому что производят сами, производите сами, соответственно, да, и ценник адекватный. Тоже, господа, обращайтесь за приобретением, круто, очень качественные торксы. Вот, по поводу страны изготовления, на ключе вот сразу же указано Германия. Ну, тут написано Маден, Германия, а Германия написано. Ну, этого хватит. Да много где Германия пишут. Если написано Вюрта, Германия, то как бы... Как бы написали Германию. Но тут штрих-код уже потерся, на самом деле, был явно обозначен, что это немецкий. Ну, ключи просто огонь, они, смотришь на них, там, прям по ним видно, что это очень качественный продукт. Ну, да, и ценник у него очень сильно адекватный. Также отвертки есть же, Slim-овские, у вас, по-моему, отвертки есть, которые для автоматов, тонкие, тонкие получаются, пролазят сразу, без каких-то этих... У тебя есть они с собой? С собой нет этих отверток. С собой нет. Ну, узнать, что есть отвертки диэлектрические, ударные различные, у компании Вюрт, есть серия Slim. Ну, так как Фело принадлежит компании Вюрт, соответственно, весь ассортимент Фело у них есть. А Фело – это мировой элитер в производстве отверток. Мы тоже продаем данную продукцию, компанию Фело. Это крутой производитель, тоже там 140 лет компания, 200 патентов. И Вюрт красавчики купили этого производителя, и у них теперь самая лучшая отвертка. Вот. Вот. Если поговорить об отвертках, вот у меня с собой есть такие замечательные образцы. Это ударная отвертка, отвертка с ударным колпачком, если правильно выражаться, соответственно. отвертка исполнена следующим образом – это штифт прямой, колпачок ударный, который можно использовать под ключ, соответственно, осадка, ну и сам условно. Там они прямо вот реально служат, что-то там вот в сервисах, что-то там видосы какие-то, я видел там, что-то нереально. Они очень долго, да. Кроме того, компания всегда ориентирована на человека труда в первую очередь. То есть, соответственно, мы делаем максимально, чтобы было удобно использовать наши соцсетки. Вот даже такие мелочи, как индикация по цвету. То есть, желтый, белый. То есть, PH2 белый, соответственно, единичка, желтый. То есть, если где-то лежит, вроде бы, ну так одинаково, что-то, соответственно, по индикации можно разобраться, какой. Тоже касается и бит. Бит у нас тоже с индикацией, соответственно. Допустим, пляшка. То есть, все биты идентифицированы. Очень удобно использованы. Все заканчиваем по инструменту-то или что, как? Ну, да, сейчас, наверное, можно поговорить о том... Нет, мы сейчас отдельно. Ну, про инструмент именно. А про инструмент? Мы его уберем потом. Потом опять достанем, да? Да-да-да. Снова уберем. Да-да-да. То есть, какой процесс. Можно еще раз откусить вот эту штуку. Да, я попробую. Да. Нет, это крутые бокорезы. Они стоят в районе пяти тысяч. Но они того стоят. Да. Мужто нормальные бокорезы. А, вот они. А нет, не уйдем. Ну ладно, потом все. Покусаем потом. Еще накусаемся. Какой-нибудь гвоздь бы кусануть. Сейчас и гвоздь возьмем. Да гвоздь он мягкий. А что, саморез тогда кален? Вот фишерский. Давай кусанем торс. По дереву. Нет, это... Мы его прокусим, но след останется. А-а. Ну да, это что это. То есть, смысл. Не, ну а вот здесь? Если куснуть. Ну, кусать. Здесь-то, да, может? Фишерский саморез. Сейчас не стремит, наверное. Не могу я. Потому что кнопочку не нажал. Или нажатый. Подожди, посмотри, нажал. Нет, может, не нажал. Я не могу. Ты его почти уже перекусил. Вон, смотри. Не, ну да. Тут почти перекусил. Ну, сейчас давайте накушу его. Сил не хватает. Каш сегодня не ел. Каш сегодня не ел. Ну да. Спокойненько. Просто я по серединке кусал. Такие фишер саморезы делают. Нет, они хорошие саморезы делают. Нет, фишер вообще лидер рынка. У нас тоже саморезы. Да, у Юрта саморезы есть. Это отдельная история. У нас вообще компания скрипежа, по сути, начиналась. Если углубиться в историю. Первый контракт у компании Юрт был с автомастерской Volkswagen. И дальше, 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 больше. То есть у нас присутствуют также строительные крепежи, химические анкерации. Ну да, это мы тоже снимем за эту тему отдельно будет. Наверное, ролик у нас 100%. А сейчас, наверное, закругляемся по инструменту. Да. Всем хорошего дня, хорошего вечера. Кто-то у нас во сколько смотрит. Короче, Вюрт Форево. Будем двигать его в массы. Всем добра.